13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня будет высказывать главный редактор журнала «Товар. День и товар» Николай Голиков. Коля, здравствуйте. Здравствуй, Света. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день. Всем приятного аппетита. Да. Ну, я напоминаю нашим слушателям, что у нас есть средства связи. Они заключаются в том, что вы можете писать свои вопросы на сайте ахакерова.ру в разделе «Анонсы», где висит фотография в данном случае Николая Голикова. Там есть форумы, куда вы можете писать свои вопросы, свои высказывания, комментарии. Сегодня она пустует. Но не хотите задавать свои вопросы, слушайте те, которые я буду задавать. А если вдруг у вас проснётся всё-таки желание спросить о чём-то Николая, то пишите, пожалуйста. Я буду обновлять, смотреть ваши вопросы в режиме онлайн. Вы можете нас не только слышать, но и видеть на сайте ахакерова.ру в правом верхнем углу. Да, вот камера у нас есть, Коль. Вот она смотрит на тебя с правой стороны. А ты вот оттуда, что ли? Да. Вот. А та камера, которой ты сейчас помахала. А это потом я буду показывать. Это видео потом мы выложим на сайте ахакерова.ру. Вот так на самом деле меня почти не видно. То есть нас можно сейчас слышать и видеть, и потом будет слышно и видно нас на сайте. Всё вот тут. Вот все средства связи. Итак, вчера отгремел праздник, который, судя по опросам, проведённым нашими коллегами с Первого городского канала людям до сих пор ещё не понятен. Ты имеешь в виду 4 ноября? Это праздник 4 ноября. Вот так его люди в основном называли. Вчера в программе «Гадка Тудэй», по-моему, как раз очередной опрос, который очередной раз показал, что люди не очень осознают, что за праздник такой. Но я не об этом празднике, хотя, может, ты и сведёшь это как-то вместе. Я как раз о празднике, который прошёл в ночь с 31 октября на 1 ноября. Праздник этот называется Хэллоуин. И в российских регионах власти при поддержке религиозных деятелей запрещают праздновать Хэллоуин всё больше и больше. И вот я смотрю новость, размещенную на сайте Эхо Москвы, с разными комментариями, в частности, комментарии священнослужителей, которые говорят, что это праздник... Сейчас, секундочку, прям найду. Так. РПЦ прокомментировала ТАТА, отнесли этот праздник дохристианским языческим обычаям и обрядам, и поэтому это плохо. Это вот не по-христиански. Разные товарищи, которые любят сейчас сделать заявление, например, как Виталий Милонов, петербургский известный очень депутат, он предлагает распространить запрет на празднование Хэллоуина на всю страну, потому что это вот не наш. Православные молодежь в Москве вечером собирались подписи с призывом запретить атрибутику Хэллоуина в школах и детских садах и вообще публично отмечать чуждый россиянам праздник, как они говорят. Что интересно, Интерфакс пишет, что по опросу населения, начиная с 2006 года в России самое большое количество людей собирались праздновать Хэллоуин. Как раз в этом году, да? Да, примерно десятая часть населения страны, которая называется Россией. Вот как ты можешь прокомментировать то, что происходит? Ну, насколько я помню, когда до... Вот сейчас я сыдню два этих праздника, когда буквально вот в начале месяца был вопрос по поводу, сколько россиян собираются праздновать 4 ноября, цифра получилась порядка 7, по-моему, процентов, если не ошибаюсь, в Уребаде центра. 7 процентов. Да, порядка 7 процентов. Значит, Хэллоуин пока превосходит... 10. Да, 10. Вот, и поэтому вполне возможно, что это может и не нравится, да? Ну, как же так? Чужды нам, говорят, да? Чужды нам дохристианский праздник. У меня здесь есть несколько таких вот, скажем так, замечаний по этому поводу, да, или таких мыслей, которые крутятся в голове. Во-первых, церковь наша православная, да, она как-то очень быстро забыла, когда было время, и ей запрещали отмечать ее праздники. И тоже говорили, что чужды нашему советскому человеку, они как-то это очень быстро забывают. И они так же полулегально, полуподпольно, никому не говорят, чтобы не узнали на работе, чтобы не выгнали из партии, чтобы не исключили из профсоюза, тихонечко, закрывшись платочками, куда-то ходили. Как-то у них это быстро забылось, каково оно, когда людям запрещают отмечать то, что они хотят отмечать, то, во что они, может быть, не столько верят. Хэллоуин все-таки это не религиозный праздник, это маскарад, это обычный... Он превратился в светский дом. Да, давным-давно он утратил все свои языческие вот эти вот корни, так же, как у нас сейчас отмечают день праздника Ивана Купала, никто уже не помнит, кто это был и что они делали. Просто это здорово и весело, червон рут выискать, через костер прыгать и так далее. Поэтому мне удивительна позиция церкви, которая сама находилась в этом положении и сейчас начинает вести вот такую же политику немножко запретительную, то есть то вот и мне нравится, что ткейное изведение где-то недалеко от церкви. Да, кстати, как ты отреагировал на эти материалы, происходящие в наших СМИ? Я сразу сказал, что мне, например, не нравится, когда рядом со школой находится церковь, потому что я считаю, что религиозная пропаганда на школьников не должна распространяться. Они пусть вырастут сначала, потом сами решают, да. Но на это вот на такие мнения... Я вообще подумал, что, наверное, вот у нас сейчас есть закон о защите прав верующих, да, чувств религиозных. И, по-моему, в этой стране уже пора принимать закон, а у нас дома может, конечно, принять все, что угодно, о защите прав атеистов. У нас, знаете, атеистов ничуть не меньше верующих в стране. И очень многим из них вот то, что происходит, мне нравится. Может быть, хотелось бы, чтобы не было церкви рядом с питейным заведением, да, но к этим мнениям, их никто не озвучивает, им никто не прислушивается. Поэтому немножко сильное становится влияние для светского государства, да, когда решения зреют вот в этой части населения религиозной, а мы люди нерелигиозные, а человек нерелигиозный, да. Я искренне удивляюсь и не понимаю, почему мне-то... Вот ладно, вам, по вашим убеждениям, по вашей вере этот праздник не нравится. Но у меня-то нет этой веры. Почему мне-то нельзя его праздновать? Почему меня включили в этот список, да? Я не давал такого согласия. Это вот с одной стороны. С другой стороны, свет, понимаешь, вот если посмотреть, да, почему так растет влияние церкви, почему государство поддерживает на это влияние. Ведь смотри, у нас ведь шутки шутками наступает пара больших выборов. 16-й год, государственная дума, 18-й год, страшно подумает президент. И, собственно говоря, аргументов, скажем так, экономических очень мало остается для того, чтобы убедить людей в том, что существующая власть это хорошо. Реальных таких вот, да, вещественных аргументов. Зарплаты тают, там, штаты сокращаются, тут кто-то, что-то хереет, тут что-то объединили, тут что-то слили, тут... Ну, я, что я рассказываю, думаю, всем все понятно, да. Поэтому, как бы... Это все нужно как-то объяснить. Это все не нужно как-то объяснять, это нужно просто найти другую, очень сильную мотивацию для людей, да. И что вполне успешно происходило в России до 17-го года, мне кажется, сейчас это будет делаться примерно так же. То есть, главным агитатором за партию власти, по-моему, станет церковь. А взамен за это, если так можно выразиться, да, ну, баш на баш, вот, им поддержат несколько их вот таких крутых инициатив по отмене каких-то праздников, по ведению в школы... По переселению людей с островов Ладожского озера на континент. Ну, вот. Ну, короче, по каких-то вот таких вещей, как говорили, церковь, в принципе, существует как... Все равно как некая экономическая часть, да, то есть у них тоже есть свои экономические интересы. Им нужно, чтобы было больше людей, которые приходят, там, покупают свечи, там, заказывают какие-то там подпоминания и все прочее. И чем больше их будут лучше, тем лучше было себя чувствовать. Поэтому надо привлекать людей. может быть, как бы мы не должны говорить огольно за всю церковь, потому что, как показывает практика, когда читаешь сообщения в СМИ, это все время какие-то околоцерковные активисты, понимаешь? Потому что вот, что касается питейных заведений, я, например, не слышала заявления настоятеля того храма, рядом с которым сейчас открывается клуб, чтобы он как-то против выступал. Это все какие-то другие люди. Понимаешь, не сами представители церкви, а те, которые называют себя христианскими активистами. Знаешь, что это такое? Ну, я понимаю, да. Ну, когда, например, в Яранске закрывали питейные заведения, если я не ошибаюсь, там все-таки прямая речь была. Яранская епархия у нас, да, вот она сложно называется. Ну, там была прямая речь. И она как бы поддержана, и московские комментаторы тоже есть там. Ну, те, которые отвечают за связь с общественностью, обычно там вот это либо Всеволод Чаплин, либо кто-то еще, они такого рода вещи поддерживают вполне публично. Да. Вот. То есть, они, конечно, говорят это все вежливее. Они это говорят, естественно, не в императивном таком направлении, да, просто неплохо было. Да. Вот. А уже на местах, как и все, вот такой вид приобретают. Дело-то в том, что в Москве, конечно, все проще, мы сейчас просто углубимся, но если есть Чаплин, то есть и Кураев, и они как бы высказываются по-разному, но они оба звучат. Понимаешь? Ну, есть еще и, собственно говоря, патриарх. И патриарх, который очень хорошо умеет. Понятно, просто и коротко излагает свою позицию, достаточно, довольно-таки жестко, надо сказать. Вот. И к ней все равно прислушиваются. Я думаю, что тут главная вот такая вот тема, именно то, что церковь сейчас будет главным таким пиар-инструментом, потому что другие инструменты, к сожалению, уже не надежны. Молоточков, ручки оторвались. Уже нельзя его издеколовать. Понятно, понятно. Ну, вот раз уже заговорили о Кремле, то снова тоже о Кремле следующая тема. Она тоже прошла недельно, что-то праздники-праздники, ты знаешь, все. Но, тем не менее, она любопытна, хотелось бы ее прокомментировать. Значит, в Кремле дали некие комментарии по поводу приостановки европейских санкций против руководства Белоруссии. А были какие-то комментарии разве? Ну, значит, в чем заключались комментарии? Приняли к сведению. А. Я помню, что вроде бы не было комментария никакого. Да, да, понимаешь, приняли к сведению. Естественно, люди, когда пошли в новость о том, что господин Лукашенко добился того, что санкции с Белоруссией приостановили, да, на 4 месяца, и так вроде неплохо Белоруссия жила, там вот продуктовая барга отсутствовала, это, это отсутствовала, ну, там кому-то запрещали выезжать куда-то, да. Да, там список был, они выездных, а тут еще и этот список, собственно говоря, очень серьезно сократили. Народ задается естественным вопросом, а что может сделать наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы санкции были сняты? И вопрос еще следующий, конечно, тянется, а хочет ли он этого? Ну, как я понимаю, по параллельным заявлениям, как бы не по этой теме, которая сделана, там, у того же Лаврова, там, политика России меняться не будет навстречу требованиям тех стран, которые к нам предъявляют самостоятельность. Ну, у нас так, коротко-то говорят, на колени Россия не встанет. Будем так сообежать со своей стороны. С другой стороны, конечно, понимаешь, когда вот читаешь сегодня опять вот очередную там реплику из Минфина по поводу, будет бюджет на будущий год, что там где-то урезают и что там где-то создают, что резервного фонда уже у нас не будет, сейчас создается новый антикризисный фонд, он уже там суммы такие, знаешь, скромные, уже там миллиарды рублей, по-моему, 150, если не ошибаюсь, миллиардов рублей, то есть как бы это уже такие заплатки, заплатки, скажем так, при нашем-то бюджете российском, да. то есть как бы я думаю, что все-таки рано или поздно экономика, экономика в конце концов определяет политику, да. И вот когда экономика уже скажет совсем, какой-нибудь такой грустный звук издаст, да, такой, Гудбай, да, вот тогда возможно пойдет какое-то движение навстречу. Потому что, смотри, даже вот по поводу отмены санкций, все понимают, сегодня опять же американский госдеп, наш любимый выступил, сказал, что Америка будет добиваться возвращения Крыма, Украине, конкретной цели. Но обычно же, когда начинаются переговоры, главное сесть за стол. А потом они, когда начинают идти, находятся какие-то компромиссные варианты. И вполне возможно, что никто не хочет, чтобы Россия потеряла лицо полностью, да, вот как там что-то, может дойти какой-то компромиссный вариант, который устроит как бы там все там три или четыре страны этого процесса. Там и Украина, условно говоря, там и некие там силы европейские, американские, в том числе Россия. Ну, раз пока считается, что мы еще можем прожить на том вот состоянии, какое есть, то я полагаю, что никаких движений не будет. Тем более, что, смотри, вот Россия страна большая. А собственно санкции, которые вот такого личного характера, да, ну, не выезд, как невыдача визы или там арест на счета, это коснулось там, ну, нескольких сот человек. Да. То есть, в процентном отношении в Беларуси это уже достаточно заметное количество, оно все-таки поменьше, то для России это довольно-таки такая цифра незначительная. И я думаю, что пока это не актуально, вот из-за этого поднимать. Ну, тут еще такой вопрос. Беларуському президенту достаточно было выпустить из тюрьмы несколько человек, которые считаются политическими заключениями, а нам нужно Крым возвращать. Ну, нам не то, чтобы нужно сразу Крым возвращать, понимаешь. У нас там много есть точек, в том числе и в так называемой, как ее называют, Новороссии, да, где тоже бы неплохо что-то изменить по отношению к этим территориям. То есть, тут я говорю, что отмена санкций может быть тоже постепенной с той стороны, и она зависит именно от того, что как начнется этот процесс вообще. Крым там может стоять последней точкой. Он может висеть, как Курильские острова, там 60 лет в воздухе, и при этом Япония с Россией до сих пор как бы общаются, договоры имеют там о сотрудничестве, о том-то, о том-то и так далее. То есть, эти вопросы можно, мне кажется, решать, их можно решать. Но, как я понимаю, они особо решаться не будут, пока не пройдут выборы в Америке и не пройдут выборы в Америке. Ну, сейчас надежда, да, что в следующем году в Америке будет новая администрация, но, судя по крайней мере по тем заявлениям, которые делают претенденты, пока никто из них в Америке санкций не говорит. Но что касается нас, как просто потребителей, мы пока вот должны сидеть с затянутым своим поясом и еле-еле, ну, там... Ну, да, вот так... Сильно глубоко не дышать, а ждать. Как мы существуем, мы, видимо, так пока и будем существовать. И дай бог, значительно хуже не станет, хотя вполне возможно. Мы же еще там и не помним, на каком уровне этих санкций. Мы пока еще не по максимуму отключены от питания, скажем так. Да. Какой-то ток еще поступает. Ну, на этом фоне, ты знаешь, все новые и новые инициативы выносятся на рассмотрение Госдумы. В частности, например, есть такая инициатива о запрете отвечать на официальные запросы из-за рубежа без разрешения специальных государственных органов. Привожу пример. Например, наш ученый общается с зарубежным коллегой. И если он это делает без санкций специального цензора, который его запрос оценивает, а для этого предполагается создать специальное ведомство, то он будет оштрафован и штраф может составлять сотни тысяч рублей. И даже предлагается дальше пойти. Это практически раме за госизмение. Ужас. То есть, вот какие интересные штуки сейчас выносится реальный законопроект на рассмотрение Госдумы. Внесли представители трех фракций палат. Ну, во-первых, понимаешь, для тех людей, кто жил при советской власти. Это не новость. Это, во-первых, не новость. Это было песню, отличная высотка. Помнишь там инструктаж уезжающему, там Николая, кстати, главного героя звали этой песни, на кого-то нас покинул Николай. И там, как раз, помнишь, будут сводку и дебаты отвечать. Нет, ребята, демократы, только чай. Там у вас шпионка с крепким телом, вы, дверь, она в окно. Говорите, с этим делом мы покончили давно. То есть, понимаешь, вот это вот ограничение общения, оно вообще, как мы уже это видели, оно ни к чему хорошему не приводит, и в первую очередь не приводит почему-то нашу сторону. Потому что, видимо, там за нашими границами очень много разных стран, и они себе продолжают общаться между собой. А мы как бы сами себя из этого общения выключаем. Это я говорю про общечеловеческое общение. Если говорить об ученых, особенно об ученых, которые работают в области, скажем так, вот таких уже высоких технологий, передовых, вот самых современных влияний, да, и где мы, сколько общались с представителями этой индустрии, отстаем там от 7 до 25 лет от параллельных процессов науки западной, то нам как раз эта вот потеря этого общения, да, она принесет гораздо больше удача, чем пользу. Это же понятно, потому что я уже не знаю, что мы охраняем, что за секреты Полишинеля мы храним тут, знаешь, это посторонний взгляд. А вот у них там в процессе общения можно было что-то боево узнать. Раз общение будет находиться под цензурой, то, соответственно, встречно ты тоже ничего не выведаешь. Это все понятно, что ты вспоминаешь советские времена, но как ты думаешь, вот подобные инициативы, а на самом деле действительно страшная медицина, потому что она вот мало того, что разгромили Академию наук, она просто добьет уже ученых, которые сейчас действуют даже в этих условиях. Потому что без общения с коллегами, особенно с коллегами, которые имеют больше возможностей, в том числе технических, особенно, касается фундаментальных наук, да, мы же понимаем, что... Это касается медицины, прежде всего, если мы говорим о населении. Нет, мы говорим о населении, это фундаментальная наука медицины, вот как таковая, когда идут исследования многолетние, вот этих препаратов, и все прочее. Это, в принципе, уровень фундаментальной уже науки, да, то есть это вот не практическая медицина, такая все-таки. Там очень много где-то все происходит долго. Вот. Мы здесь, конечно, попадаем... Мы сами, то есть мы сами себе еще санкцию придумываем. Мало нам этих санкций, мы еще сами себе придумываем. А мы вот за это еще не будем вот этого у вас получать. Не будем у вас спрашивать. От чего это происходит, скажи, пожалуйста? Это происходит от безголовости или это какая-то целенаправленная деятельность? Это имитация деятельности, такое, знаешь, как бы пропатриотическое, что мы гордая, великая страна, и вот мы... Да мы без вас проживем. Не нужны вы нам. Вот мы вот вас накажем вот этим, да, повернемся к стенке и будем спать в другую сторону. А вы там живете как-то. Вы понимаете же, что в основе лежит лозунг защиты государственных интересов? У нас в основе всегда лежит лозунг защиты государственных интересов. У нас, понимаешь, вот куда ни посмотри, любое решение принимаемое, там сейчас у нас, правда, еще второй появился, это защита детей. То есть у нас сейчас там митинги, чтобы не проводить, да, это как бы защищает детей, это вот эта вредная информация, война митинговая митинга. Но в итоге для государственных интересов. Понимаешь, что такое государственные интересы? Это, как говорил мой, условный дедушка, Аркадий Гар, это каждый понимает по-своему, да, уж очень по-своему. И иногда вот это вот, как данным законопроектом, это уже не государственный интерес, это анти-государственный интерес. Потому что человек, который этот закон предложил, а тем более, кто его примет и подпишет, они практически поставят крест на интеграции какой-то научной. И опять же, мало ли нам 7-летнего, 25-летнего отставания. Нас догонят с прошлого года. Ещё одна очень интересная инициатива. Единая концепция преподавания русского языка и литературы в школе, которая была представлена как раз в Госдуме, предполагает, что ЕГЭ по русскому языку в 11 классе будут, сделают профильный. Что это значит? Это значит, что не все выпускники, как это сейчас есть, и как это было всегда, будут изучать русский язык. Русский язык в 10-11 классе, издавать ЕГЭ. А это будет профильный предмет. То есть ты хочешь пойти на филологическое отделение педагогического... То есть когда их делят на гуманитариев физиков, то гуманитарии будут учить, да? Не хочешь, не обязательно. А эти, которые пойдут в физики, они как бы и не должны, да? Да. То есть совсем уже спрофилировать. То есть русский язык, он станет профильным. Зачем в 10-11 классе забивать голову русским языком, если ты пойдешь, там, не знаю, как они считают. В бухгалтера. Зачем бухгалтеру русский язык? Там ведь свой язык бухгалтерский, он не совсем русский. Вот такая инициатива у Госдумы представлена. Понимаешь, я же говорю, что с нашей Госдумой жить, это вот как, знаешь, шутки про маразматиков, что здорово быть маразматиком. Каждый день новости, да? Ты же с вами помнишь, что было вчера. У нас тоже каждый день новости. Одно, другое, конечно, не знаю. Вот будь я гражданином другой страны, я просто смеялся. А так как это происходит со мной, меня лично, может быть, не коснется, но коснется, скажем, моих детей, да? Которые еще пока в школе учатся, ну, сын, вот. То у меня, конечно, грусть берет. Потому что, смотри, ведь мы же с тобой постоянно работаем с текстами, да? Мы прекрасно понимаем, что человек, который видит неправильно написанное слово, он его фиксирует. И он же в следующий раз может его сам написать неправильно. Так и будет? Да, так и происходит. Мы как в школе Zoom-как учились, мы много читали, мы видели эти слова написанные правильно, мы видели знаки расставленные правильно, вот за счет этого огромного числа вот этих вот образов. Сейчас я уже начинаю, я читаю много информации, причем, что интересно, ладно, ладно брать там все эти блоги, соцсети и прочее. Там нет к этому требований, да. Все равно люди читают это без доверия, потому что там сама понимаешь, что там фейк, не фейк, 50 на 50. Там изначально к этому нет доверия, и, соответственно, нет доверия к орфографии, к пунктуации, и ко всему, что связано с русским языком. Но когда я начинаю читать там сообщения при словах, или что меня больше всего удивило, тексты из районной газеты, где всегда была стопроцентная грамотность. Даже там уже ты иногда находишь экое, ложить, что дальше уже страшно подумать. Начинаешь даже читать, извини, сообщения из учреждений культуры, и понимаешь, что человек, который работает в учреждении культуры, не видит разницу там между двумя словами, созвучия, да. То есть мы уже пришли к какому-то очень сильному провалу по части русского языка. У нас грамотный русский язык, я даже не знаю, где сейчас найти. Разве что, может быть, в книгах, да и в тех. Ты же, может быть, возбудиться деятелям церкви насчет сохранения великого и могучего? А у них немножко другой язык, они же не на современном русском говорят. У них же старославянский. Так что это не так актуально. А вот, скажем, для меня, например, это страшная новость. Потому что я просто уже начинаю бояться, что мы с моим сыном уже будем говорить на разных языках. Потому что если он захочет получить технический уклон, он мальчик, он, скорее всего, захочет получить технический уклон. И практически его лишат возможности учить русский язык до нескольного класса, и мы с ним уже немножко можем разойтись в этом плане. Потому что мы и так видим, даже на том уровне, как сейчас преподается русский язык, литература, и тем более еще в связи с этим, с переходом на ЕГЭ, когда это все превратилось в игру, там, угадай мелодию, да, или там, кто хочет стать миллионером, там ведь это, по-моему, из зала-то можно попросить. Вот сейчас, думаю, когда еще два года школьных вычтут, ну, половины, как минимум, да, ребятишек, я не знаю. Иногда все будем по-английски говорить, английский язык не сокращают. Добавляют еще один иностранный, как я знаю. Вот мы на них и будем разговаривать, да, вот мы на них и будем разговаривать. Грамотнее, чем на русском. Я тебя хочу обрадовать тем, что проект единой концепции преподавания русского языка сейчас выносится на общественное обсуждение, которое продлится только до конца этого года. И если ты следил за тем, как происходит общественное обсуждение подобных вещей, общественность-то об этом вообще не в курсе даже. Потому что вот эти новости, они прилетают мимо даже учителей школьных, да, а уж не то, что, там, говорить об общественности. Так что концепция в Министерстве образования будет полностью готова, так Министерство надеется, уже в начале 2016 года. И мы можем с тобой быть поставленными перед фактом просто. Как бы все, кто нас слушает. Мы, в общем-то, уже так начинаем, потому что сам факт, когда идет разработка концепции, обычно уже на этапе разработки концепции неплохо бы посвящаться, да, с какими-то людьми, специалистами, с практиками, с кем-то еще. Здесь, получается, ее уже выносят в готовом виде, а потом говорят, давайте мы тут... Два месяца. 30 октября была новость, и вот до конца года уже нужно все решить. Косметически небольшие изменения внесем, заменим пару слов и примем. Не знаю, не знаю, я понимаю, что тут русский язык, это вообще, вот как бы, я спокойнее даже к Хэллоуину отношусь, там, бог с ним, я могу жить, его не праздную. Могу, я способен принести это. Вот. А вот когда я вижу вот этот русский язык, во что он уже превратился сейчас, то меня, конечно, страх берет реальный. Профессия все-таки. Ничего, тут есть очень интересные замены всему этому, будет чем заняться твоим детям, ты сейчас о Миши так заботишься. Господин Путин подписал такие указ о возрождении, в кавычках, возрождении пионерии, мы с тобой обсудим этот указ и возрождение пионерии после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». Коль, продолжаем. Мы распишем, да, продолжаем. Да. О возрождении, в кавычках, пионерии. Кого-то порадовало это сообщение, а кто-то возмутился и сказал, что за бессмысленные указы подписывает наш президент. Ну уж раз президент подписал, то смысл явно есть в этом какой-то. Речь идет о создании всероссийского движения школьников. И должно это движение сосредоточиться на воспитании подрастающего поколения внимания российской системы ценностей. Вот недалее, чем еще 10 лет назад, обвиняли наше правительство в том, что нет идеологии некой российской. Где идея, где идея. Все. Тут не только уже обозначают, что есть некая идея, идеология. Российская система ценностей, заявляется, существует. И эту систему ценностей через всероссийское движение школьников будет продвигать. Но ты рад, не рад? Во-первых, Свет, вот ты интересно очень говоришь, что заявляется, что эта система существует. От того, что заявляется, она не начинает существовать. Ты же помнишь великий лозунг «План Путина, победа России». Кто-нибудь этот план видел? Ну вот он. Лозунг был, а плана не был. Понимаешь, у нас же язык, мы уже говорили об языке, язык чиновников, он же очень интересный. У нас даже у них есть, я вот не знаю, я хочу даже об этом написать, порыться немножко. У них даже свои формы глагольные есть. Вот такое вот, если ты знаешь, что у англичан там будущее продолженное время. А у них есть такие формы, типа, будущее, бесконечно продолженное время. Когда они применяют программы до 25-го года, зная, что в этом регионе проработают только до 20-го. У них есть такое вот время, они говорят как бы про будущее, а на самом деле все уже происходит в настоящем. Недавно кто-то из правительства выступил из нашего, сказал, нас ждут неприятности там с дольщиками. К чему они нас ждут? Они во всю происходят. Понимаешь, их уже столько, что они знают, что нас ждет. Они во всю происходят. А у них это как бы в будущем время некрасиво. Ну или там говорят, ну вот построим то-то, 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 да. Тоже такое будущее время, которое никогда не наступает, потому что ничего никогда не строится. Давай вернемся, дети. И вот эта вот фраза, да, насчет детей, насчет российской стимулировки, и она не сформирована, эта система ценностей. Нет русской идеи. Это ты можешь, ну не знаешь, она тебе на стол не будет. Понимаешь, я русский человек. Если Владимир Владимирович подписывает, он систему ценностей уже не сделан. И это должна быть система ценностей русского народа, а не одного президента. Так ведь? Мы должны сами эту систему знать. Она должна быть где-то изложена. Может быть в каком-то там виде, хотя бы в виде каких-то заповедей. То есть это как для этого пионера, где эти заповеди были? Да, были заповеди молодого строителя коммунизма. Да, вот мы их учили наизусть. Мы понимали. Дело в том, что создать пионерскую организацию без идеологии невозможно. Единой идеологии у государства сейчас нет и быть не может, потому что у нас многопартийная система. У нас много конфессиональная страна, много национальная страна и так далее. Поэтому создать можно что угодно. Союз школьников, союз садоводов, без разницы. Понимаешь? Но вот на уровне союза садоводов, когда люди объединены каким-то делом, сажают деревья, предположим, красят заборы, как в том Сойер, знаешь, что-нибудь такое. Это вполне реально. То есть какое-то движение, играют в войнушку. Если это наша идеология, в войнушку дети любят играть. Ну, же играют в зерницу. Давай вот так вот мы сейчас представим. Если уж Вадим Владимирович подписал, это как майские указы, выполнять нужно. Соответственно, документы появятся. Что ты ожидаешь увидеть в этом документе, обозначающем российскую систему ценностей для детей? Понимаешь, так как я даже понятия не имею, что это такое. Я не встречал еще пока где-то изложенной российской системы ценностей. А это может произойти? Ну, смотрели. Для немедленного, конечно, нет. Тут же, знаешь, это примерно как с возрождением ГТО. Между прочим. Немедленно это исполнено быть не может. Для этого нужно какое-то время здесь, здесь, на каждом уровне. Но в течение пары лет уже воплощается. В течение пары лет, как бы, я думаю, что эта организация будет создана. И вот приходит учитель в твой класс, ты там на родительском собрании, и говорит, друзья мои, в нашей школе, согласно указу президента, создана организация. И вступить в нее нужно обязательно, иначе ты не поддерживаешь систему российских ценностей. Ну, во-первых, я еще раз говорю, что обязательно эта организация быть не может. Ты надеешься или ты уверен? Я уверен в этом. Так же, как нормы ГТО, они у нас не являются обязательными. И ты знаешь, я знаю людей, которые их отказали сдавать, и им за это ничего не было. То есть вот я, когда это услышал, когда мне рассказали, я понял, да, на самом деле, при известной наглости человек может отказаться, и ему за это ничего не будет. Ну, в отсутствие наглости здесь давать. То же самое и здесь. Я думаю, что, например, я как родитель, я просто скажу, нет, я не хочу, чтобы мой сын состоял в этой организации. Если сын захочет в ней состоять, он скажет, папа, я хочу. А он, скорее всего, захочет, поскольку, если все дети там, то и он будет. Ну, ты знаешь, даже в наше время, когда вступали в пионеры, были люди, которые не хотели вступать в пионеры. О, это редкость была. Редкость, но они были. Представляешь, даже тогда были такие. Это редкость. В основном все стремились. Сейчас уже, понимаешь, а это еще было поощрение своеобразное. Если в октября-то принимали всех, то в пионеры уже заглядывая в дневник, заглядывая в поведение, в общественную работу. Мне кажется, изобретать что-то новое не будет. А еще раз говорю, что я же работал пять лет в пионерской организации. У меня пять лет педагогического стажу. Я работал как раз с самым главным, так сказать, активом. То есть с горнистами, барабанщиками, знаменосцами. Знаешь, вот эти смотрят свои песни и все прочее. Ностальгию не вызывает? Ты против сейчас? Я не против. Просто, я говорю, к сожалению, это невозможно. Я не против. Пионерская организация, я сам в ней состоял. А вот мы посмотрим через пару лет. Конечно, посмотрим. Это горнистым, барабанщиком или знаменосцем станет твой... Ну, в конце концов, если появятся снова горные барабаны, то я буду знать, что на пенсии без работы не останусь. У меня опыт большой работы с этим коллективом, со знаменосцами и прочим. Но пока ты не веришь. Я не верю в то, что это сложится. Это будет организация, ну как в свое время создавалась там Молдая гвардия. Где-то она до сих пор есть, где-то ее уже нет. Где-то она существует, где-то она фиктивна. Она в школу не внедрялась. Она внедрялась на другой уровень, да, я понимаю все. Здесь будет что-то... Я думаю, что скорее это будет более самое близкое, это будет союз садоводов. То есть там же тоже по персоналу принадлежности садовод вступает в союз, тебе за бесплатные смена дают, там что-то еще. Ты там участвуешь, сажаешь там Рощи Победы и голосуешь за нужного человека. Вот. Здесь будут готовить будущих голосовальщиков. Голосовальщиков тоже будут определенные преференции, и будут какие-то общие веселые занятия. Я говорю еще... Все-таки это для этого создается. Конечно. Конечно. Для голосования, для выборов, взращивания. То, что будет внедряться вот в эти головы, я думаю, что будет наоборот. Сначала им что-то в голову внедрят, а потом уже скажут, что это и есть российская система. Но учитывая рейтинг поддержки господина Путина, 90% родителей отдадут своих детей. Судя по тому, как у нас вот эта вот система ценности меняется, в зависимости от внешнеполитической ситуации, я думаю, что за те годы, пока мальчик или девочка будут состоять в этой организации, у меня в голове сложится довольно-таки сильная идеологическая каша. Потому что мы то дружим с кем-то, то ругаемся с кем-то, в соответствии с этим у нас это то, правильно, то неправильно. А российская система ценностей сейчас больше основана на отрицании. Вот мы этого не хотим, мы туда не пойдем, мы это делать не будем, нежели на каком-то позитиве. Поэтому здесь будет все зависеть от того, что будем отрицать. Мы с тобой сегодня все о ценностях. Вот я так поняла, складывается. Давайте еще попроще. Из федеральных новостей нет, все-таки еще одну ценность придется мне. Правила развода могут усложнить в России. Значит, составлен проект поправок к Семейному кодексу. Разработали эти поправки власти Татарстана. Москва-24 интернет-издание сообщает. Предлагается, например, ограничивать право мужа, требовать расторжения брака в течение трех лет после рождения ребенка. Сейчас только год моратория есть. Кроме того, предлагается исключить возможность рассмотрения дела о разводе залучно. В Госдуме пока не комментируют поправки, но тем не менее... Насколько я помню, татарстанская инициатива довольно-таки старая. Они ее обсуждали довольно-таки долго. И там были еще пункты, я помню. Помнишь, ты-то, наверное, не помнишь советское время. Не разводилась в советское время. Я не замуж. Ты вообще никогда не разводилась. У меня и как-то эти права... А я ведь разводился в советское время и разводился уже в российское время. И тогда было немножко другое. Там были нормы. Помнишь, там можно было испытательный срок устроить. На примирение дать полгода, смотря как договориться. Там шел вообще по-другому судебный процесс. То есть там очень много было эмоций, много вопросов. Свидетели. Свидетели. Да, обязательно. Там еще не так-то просто было доказать, что мы возникли способно жить вместе. Да, и там все, тем более, был запрет. Неформальный, неформальный. Но для определенной категории партийных лиц вообще на разводы, для определенной категории работников правоохранительных органов и так далее. Было много сложностей. Знаешь, на самом деле, это ничего не меняло. То есть люди просто оформляли официальный развод позже, а процедуры разъезда, разбега, они происходили уже автоматом. То есть, понимаешь, если... Ну, я тупо скажу, да, если люди не любят друг друга, они все равно жить не будут. Если, конечно, их нет, какая-то еще одна более высокая цель, ну, там, деньги или там что-то еще, тогда просто про любовь мы уже не говорим. Если они не хотят, они не будут жить. Как это будет выглядеть, да, формально? То есть дадут ли тебе, там, год, скажут, потерпи еще, там, ну, да ради бога терпи. Тем более институт гражданского брака никто не обменял, очень многие гражданские пары, у них, на самом деле, в паспортах стоят штампы, что кто-то там где-то на стороне, там, то есть они уже как бы на стороне официально женаты. Поэтому, я думаю, здесь проблема не в этом. Все, конечно, беспокоены, потому что в некоторых областях сейчас у нас немножко снизилось, у нас доходило тоже до 8 разводов на 10 браков. Очень высокий процент. Да, сейчас порядка 6 у нас стало разводов на 10 браков. В Татарстане, кстати, не самые плохие показатели по этому поводу. Но понятно, что если говорить о сохранении системы ценностей, религиозной в том числе, да, внедряете, там семья – это очень важная часть. Очень многие обряды религиозные связаны с семьей, и семья как бы вот так подпитывает это все. Но мне кажется, сохранить семью методом запретов – это еще больше абсурд, чем отучить человека пить водку методом запретов, да. То есть это вообще просто невозможно. Поэтому, ну ладно, пусть примут, пусть примут. Ну там интересно, на самом деле. Помните, мне в Испании рассказывали, что, вот сейчас говорят, да, предложить ограничить право мужа, требовать расторжения брака в течение трех лет после рождения ребенка. В Испании, например, по-другому. Там, если муж расторгает брак, то он такие безумные деньги выплачивает своей жене, не только на содержание ребенка, но и на содержание жены. И вот это самый большой стипл – не разводиться. В Германии тоже самое. Не разводиться, да. То есть там к этому относятся серьезнее. И вообще институт вот их брачных договоров, контрактов существующих, да, у нас он не распространен. Ну, это гораздо более крепкая вещь, нежели вот эти вот запреты на развод. Потому что развод – это в любом случае формальность. Ну да. Я вот развелся в последний раз, но весь пор что там в паспорте, что я женатом, мне, знаешь, совершенно не мешает. Пока ты не решишь поменять паспорт, у тебя так и будет он там стоит. Да, пусть он там и стоит. Понятно. Это как бы он совершенно не мешает. То есть как бы это на самом деле формальная очень вещь. Куда-то ты не туда опять, да, ты считаешь? Ладно. Да не то, что не туда, просто мне кажется, это какое-то такое место вот… Ну, я еще раз говорю, что это попытка, вот как с алкоголизмом, да, бороться с запретительными методами, с тем, чем нельзя бороться с запретительными методами. Только методом убеждения, воспитания, либо какими-то вот юридическими институтами вполне себе такими незапретительными, да. Это да. А здесь, мне кажется, пустая вещь. У нас остается буквально две минуты, ну и такой короткий комментарий, может быть, как-то свяжется с нашим городом тоже. Мы в Москву все время в пример приводим. На первых этажах новостроек в Москве больше не будет жилых помещений. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснулин. И власти пересмотрели градостроительные нормы, и по его словам, теперь первые этажи будут оборудовать подпытовые услуги, офисы, торговлю и так далее. Вот вообще Москва очень быстро как-то реагирует на изменения городской среды и очень быстро принимает такие законы. Как ты считаешь, станут ли когда-нибудь наши власти равняться на московские? И как тебе вообще, давай, это будет слишком веимный ответ, будет ли равняться. Давай вот про эту инициативу. Значит, не на первых этажах нет жилых помещений, а только офисы, прачечные, магазины и так далее. Прачечные, парикмахерские магазины. Отлично, отлично. Это то, что должно быть, и должно быть много-много везде, 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 на каждом углу, за каждым углом и так далее. Собственно, что у нас было в начале 90-х годов, когда вместо магазина были киоски, да, потом стали выкупать первые этажи активно, да, постепенно эти первые этажи. Сама жизнь показывает, что так должно быть. Да, и так должно быть, потому что так оно есть. Вот эта вот мелкорозничная торговля, эти небольшие фирмочки и так далее, они очень хороши вот именно, они очень надежные, они дешевые. Потому что если, конечно, не вылупать там безумную цену за аренду, да, ну, в Москве там свои понятия, я думаю, что там разберутся, там и продукты дороже, и все больше. Я думаю, что мне нравится, что они не просто об этом заговорили и позволили выкупать, а изменили градостроительные нормы. Вот, и чтобы вообще просто изначально не было первых двух этажей. Вопрос снятый. Первые этажи, все торговые. Любые строительные компании только так могут строить. Я не думаю, что у нас это очень быстро произойдет. Я думаю, что вот это поколение городской власти, оно этого не допустит. А что будет уже в 17-м году, когда произойдут определенные изменения, там посмотрим. А идея совершенно здравая, мне кажется. Но это поколение нашей городской власти таких вещей не ведет. Нет, нет, нет. Они даже еще, вот сегодня опять обсуждают увеличение определенной этажности и так далее, продолжают. Одной рукой говорят, что мы это запретим, а другой рукой продолжаем. То есть мы пока еще, наша власть пока очень не самостоятельна, она пока платит свои долги. Спасибо большое. Особое мнение Николая Горького сегодня было. Прощаемся с вами, слушатели. До свидания. До свидания.